Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока – времена года. Ребята, как вы думаете, как можно назвать явление, когда весну сменяет лето, а за летом следует осень? За осенью же приходит зима. Конечно же, это явление называется сменой времён года. Все четыре времени года по-своему уникальны. У каждого из них имеются свои особенные черты, которые с каждым годом удивляют своими красивыми явлениями. Кому-то нравится весна, кому-то лето, а кому-то осень или зима. Давайте попробуем узнать, от чего же зависит смена времён года. Времена года – это четыре сезона по три месяца в каждом. Начнём с весны. Весна – это самое прекрасное время года, которое включает в себя март, апрель, май. С её приходом возрождается природа и начинается новая жизнь. Постепенно тает снег и мороз, ощущается свежее дыхание. На голубом небе светит солнце, согревая своими лучами. Между деревьями появляются первые маленькие подснежники, которые с упорством пробиваются сквозь толстый прошлогодний снег. Одним из главных и любимых праздников Азербайджана является Новрус Байраме, который отмечается 20 и 21 марта. Праздник Новрус связан с весной, началом сельскохозяйственных работ, обновлением природы и наступлением тёплых дней. Лето – это чудесное, яркое и разноцветное время года, состоящее из июня, июля, августа. Летом дни становятся длиннее, а ночи – короче. Природа становится зелёной. В голубом небе сияет ослепительное солнце. Летом поспевают множество фруктов, ягод и овощей. Каникулы – это ещё одна причина, по которой школьники просто обожают летнее время года, так как можно выйти и поиграть с друзьями во дворе, ездить с семьёй, купаться на море и отдыхать. Осень – это удивительное время года, включающее в себя сентябрь, октябрь, ноябрь. В это время года природа готовится к холодной зиме, окрашивая себя особыми, необычными красками. Листья деревьев из зелёного превращаются в жёлтый, но самое прекрасное в это время – это то, что собирается спелый урожай, который радует нас своим разнообразием вкусов. Ведь недаром осень прозвали «золотым временем года». Зима является спокойным и тихим временем года. Состоит из декабря, января, февраля. Зимой природа укрывается белым снегом и засыпает, пока не разбудят первые вестники весны. Наступают холода и сильные морозы, которые завораживают своей красотой. Особенно утром всё блестит, как будто с неба посыпались алмазы и бриллианты. Также в это время празднуется самый долгожданный праздник года – это Новый год, с наступлением которого люди начинают новую жизнь. В чём же таинство этого природного явления и почему происходит смена времён года? Итак, Земля имеет два различных движения. Во-первых, она вращается вокруг своей оси один раз в сутки. В результате этого происходит смена дня и ночи. И второе – обходит вокруг Солнца в течение одного года. Поэтому и происходит смена времён года. Путь, по которому движется Земля вокруг Солнца, называется земной орбитой. Когда солнечные лучи падают прямо, отвесно, то Солнце жарче. А когда падают под углом, то солнечные лучи греют земную поверхность слабее. 21 марта Земля так располагается к Солнцу, что солнечные лучи падают прямо. Северное и южное полушария освещаются одинаково. 21 марта называется днём весеннего равноденствия. С этого момента зенитальное положение Солнца перемещается в северное полушарие. Поэтому в северном полушарии день длиннее ночи. В южном полушарии, наоборот, ночь длиннее дня. На северном полюсе начинается полярный день. На южном – полярная ночь. 22 июня Солнце находится в зените над параллелью 23,5 градусов северной широты. Эта параллель называется северным тропиком – тропик Рака. Эта широта – самая высокая широта северного полушария, на которой Солнце бывает в зените. В это время в северном полушарии начинается самый длинный день и самая короткая ночь. 22 июня называют днём летнего солнцестояния. После 22 июня Солнце перемещается к югу, и дни в северном полушарии становятся короче. 23 сентября Солнце вновь находится в зените над экватором. Этот день называется днём осеннего равноденствия. С этого дня в южном полушарии начинаются полярные дни, а в северном – полярные ночи. В южном полушарии дни длиннее ночи. 22 декабря Солнце находится в зените над параллелью 23,5 градусов южной широты. Этот параллель называется южным тропиком – тропик Козерога. 22 декабря в южном полушарии – самый длинный день и самая короткая ночь. А в северном полушарии, наоборот, самый короткий день и самая длинная ночь. Этот день называется днём зимнего солнцестояния. На северном и южном полюсе дни совсем другие. Это уникальные места, где наблюдаются самый длинный день, который длится 178 суток, и называется он полярный день. И самая длинная ночь, которая длится 187 суток – это полярная ночь. В заключении хочется сказать, что природа одарила нас прекрасными временами года, которые удивительным образом отличаются друг от друга и в то же время очень тесно взаимосвязаны друг с другом. Трудно представить жизнь одного без другого. Поэтому любите и цените каждое мгновение времен года. Наш урок окончен. До новых встреч. Спасибо за внимание. Продолжение следует...